давно не виделись фермер-маркет первый заказ сегодня пройдемся вместе с александрой давно не работали 4-6 часов посмотрим что же происходит с доставки практически месяц не работали не рассказывали про это а есть про что рассказать поехали подъезжаем на первый заказ сашкой ханки но мы тоже его любим довольно вкусная еда кто не пробовал как на китайской корейской получается такая есть остренькая не остренькая но нормально рекомендую сейчас завезем покажу сколько денег стоит завести время 10 часов проекте санька полетела сдавать представляете у людей хаймер один из первых которых я увидел здесь канаде непопулярная машина выполнив первый заказ мы увидели такую проблему убера почему заказа 375 в котором ехать больше десяти километров и вот только чаевые перекрывают все первый заказ получился сейчас зайдут деньги с чаевыми район 14 долларов но заказы по 3 доллара 6 5 7 10 километров ехать ну это просто смешно подача время так далее 30 центов когда себестоимость на самом деле в район 15 центов выходит километр что за цена а это программа почему ты изначально непонятный тариф ставит вот так вот доставщик подъехал еще одна toyota доставщики теку состояние машины неплохо еще спрашивали а где хорошие заказы ребят где дорогие рестораны что канадцы вообще не заказывают нет ребята не заказывают но это все происходит вечером надо знать где эти вот цена 5 долларов чашечка кофе бутерброд и картошка жареная это на деньги сегодняшний день выходит приблизительно 130 гривен я думаю это дешевле чем украине на при большой жаль пока зашел дорогой ресторан взял маг сашка взяла замолвали за 9 баксов я покажу в конце наверно все заказы не будем мы тратить не моё ваше время кто захочет тут все увидит и поймет залетел бургер кинг дорогущий ресторан попросили я в нем 4 бакса два километра вазом смотрите ребят с ханки как ханки вообще выглядит по ценам здесь есть такие прикольные штучки и вот такие вот то что я жду с левой стороны вот так всегда не бить 14 долларов заказ едем каждый раз когда едет поезд у меня с собой нету дрона хочу поднять красивую картинку а потом хочу показать изменить уровень дорог и доставку куда нужно довезти с ханки пришло катер два заказа вот такая машинка у людей вот дом в принципе нормальная санька он стоит передать у двери за 4 доллара у человека есть трейлер и человека есть страх и надо звонить вот эта жадность чем круче человек чем больше гаражей у него тем меньше он платит забрали заказик отработали два часа сани горит 20 с копейками долларов выходит в час то бишь нас еще больше 40 было 45 на это долларов сейчас взяли заказ в центр за 7 долларов это очень дешево печально на самом деле но мы едем хотим посмотреть как раз вот сейчас 12 18 какие же дорогие есть заказы в пятницу центре города сколько есть смысл и ехать и работать именно а поработаем и сегодня плюс-минус где-то до 4 может быть чуть-чуть раньше и посчитаем это время сегодня первый раз видел полицейского просто без машины без ничего стрелки столба с прибором и вот фотографировал и остановил людей прямо выбегая на дорогу рукой такой в канаде вижу первый раз за 11 вместе залетели залетели в мак в центре посылки собираются давать такая история ну вот так собирают так 49 долларов а сколько поездок у нас всем поездок и одна поездка за 4 под гордыш здесь центре далеко возле крутого ресторана когда мы когда-нибудь сходим безусловно будем ребят с вами или без вас взяли прекрасный заказ под гордыш икона зайти в какой-то магазин 17 долларов а вот я даже не видел что-то за заказ был и мы сейчас прокатимся сделаем запарковался 150 метров чтобы дойти до магазина сейчас покажу как мы зайдем к него интересно штраф придет или мы успеем да короче говоря вот мы идем где остановка ситрейна нужно найти этот вход просто супер не знаю машину ты не помнишь где паркуешь куда бежать дебилизм просто не знаю в центре надо наверно ездить на самокате разве что ну вот он парковка можно на трамвайных путях можно на велосипедных заходим позиции немного два пакета на 115 долларов купили сейчас подвезу завезу отдам идем по пешеходу зоне здесь машины не ездят центре если ошибаюсь это возле 6 1 бегом 13 этаж здесь написали что оставят черевые 25 долларов сейчас мы посмотрим да ребят вот здесь screen 25 баксов чай поехали дальше забрали бургеры едем в один из неплохих районов стонтауна то он ничего не приходило поэтому чтобы не стоять нужно проехаться и показать вам заодно картинку сколько реально можно в пятницу срубить бабла это всегда беспокоит темы всех но есть небольшие новости не переключаясь сейчас отвечу я расскажу саня уже 82 бакса у меня 37 на часах только еще не двух это время только перевели неправильно показывать залетели санечка перекусить как тебя я такой аппарат первый раз вижу такой скромненький обед у украинцев шавермы 2 саша зала маленьких картошка еще на 20 долларов зашел случайно вот стаканами вот это вы где-то просто со стороны нормальный стакан конечно а тут подписчиков встречаю прям вот сразу все напишут мне ждем санька побежала с парковкой конечно не густо не густо приходится искать какие-то варианты не сильно комфортно работать но сегодня подойдем итоге ну что поговорим про хорошее точнее поговорим про хорошего в следующем выпуске мы все-таки с партнером открыли бизнес можно сказать топ холдинг больше потому что есть разные направления осталось докупить какие-то мелкие моменты дождаться последние договора документации и стартовать понятное дело что не сезон снега холод так далее это конечно не есть хорошо но когда ты стартуешь когда очень тяжело находишь клиентов и начали что-то зарабатывать там когда будет сезон должно быть вот так вот легко поэтому напишите если вам интересно я сниму отдельно выпуск про это либо шорт сниму что это как это куда мы будем двигаться поехали за сашей ладненько едем в сторону дома если придет еще заказ один не будем скоро считаться заказы как будто найти вот после двух тридцати все обрезали сейчас же каникулы канаде и непонятно где эти люди все где трафик все где заказы я дома подведем итоги четыре с половиной до часа полноценной работа онлайн а было чуть больше пяти вышла девяносто четыре доллара скрин это убер 10 поездок 940 за одну поездку и две поездки вы помните удар дэш 37 долларов итог более 130 долларов да мы отнимем топлива приблизительно 7 10 долларов какие-то налоги будут я думаю что район 100 долларов мы заработаем более 20 долларов в час как подработка неплохо жду ваши комментарии на новых видео поехали